друзья всем привет тема сегодняшнего видео будет тема посвященная вытянуть все растений как обновить вытянувшуюся розетку многие из нас да практически все сталкивались с тем ну вот как начинается так лезет кошка что ж такое уйди отсюда эти вот моя усатая кикимора уйди ну прошу прощения за такое нелепое отступление так вот многие из нас даже практически все сталкивались с таким явлением как вытянутая розетка конечно в квартирных условиях в условиях домашнего содержания очень сложно вырастить нормальную компактную розетку особенно тех видов которые склонны к вытягиванию потому что есть розетки которые не тянутся от слова вообще вот допустим эхиверия полюкс вот эта лошадка такая ну она сейчас розово-сиреневая камерой и снимает какой-то синий намного она изящнее интересней вот это эхиверия она вообще не тянется то есть того света ой вообще какой-то кошмар стал темнотища солнце ушло за тучи одним словом вот эта розетка она даже при условиях моей низкой досветки которая присутствовала у меня зимой она оставалась вот такой компактной какой она и представлена сейчас на видео также вот эхиверия верона сейчас с появлением новых ламп она окрашивается тем более еще солнышко припекать начало и вот она такая стала симпатичная но вытягиваться она не вытягивалась даже зимой при моих двух светодиодных лентах которые были до ламп эхиверия менса тоже она не тянется она при низкой досветки просто раскидывала свои крылышки пыталась опустить немножечко листики вниз но ствол у нее не вытягивался и она все равно оставалась компактной то есть видите между узле и у нее все заняты то есть промежутков нет также полидонис и все гибриды полидонис тоже они устойчивые к вытягиванию очень компактные всегда но яркость они приобретают с яркой мощностью с яркой мощностью освещения но вытягиваться никогда не вытягивается но вот куспидата еще то же самое видите между узле и у нее компактные промежутков нет такая красотуля с красными коготками невероятно красивая вообще я их все обожаю они все невероятно красивые но есть такие виды которые тянутся и вот одну из них я представила на ваше обозрение и сегодня мы есть с вами торжественно снесем голову я покажу вам как это делается ну как бы это все знают как это делается но просто для для новичков которые первый раз столкнулись с таким явлением которые думают что все капут что розетка это больше никогда не воскреснет никогда не будет красивой вот для них можно сказать это видео это эхиверия павдер пуф или пахиверия экзотика общем два названия у нее конечно эхиверия и пахиверия это спорный вариант но то что это гибрид пахифитума авиферрум эхиверия канта это однозначно пахифитум авиферрум вы все представляете он такой листики у него круглые его еще называют яйценосный сероватого цвета достаточно интересный тоже экземпляр пахиверия пахиверия канта у нее такой тонкий лист изящный и цвет именно вот такой вот это вот это растение пахиверия экзотика она взяла свой цвет от эхиверии канта а припухлость листиков от своего второго родителя пахифитума яйценосного вот не знаю конечно цвет у нее шикарный вот опять стерла на лед ну что ж такое вот сейчас постараюсь вам вот сюда его не знаю я вообще вот сейчас в камеру ничего не вижу может быть вы увидите что-то может быть и нет не знаю как показать лучше но цвет у нее невероятно красивый у нее очень мощный налет и цвет какой-то сиренево голубоватый нет на камеру ничего не будет видно но поверьте она очень шикарная вот так ну так ничего все равно не видно в общем верьте мне на слово больше выхода не остается ну вот так но все равно это не то что видит просто глаз да также еще хотела сказать что есть виды эхиверий которые тянутся но чтобы вы с ними не делали как бы вы их не обрезали они всегда останутся в вытянутом состоянии и вот одно из таких растений этой эхиверия сет оливер сейчас поближе я вам покажу ее она всегда у вас будет в форме пальмочки дело в том что листики у нее очень быстро нарастают и очень быстро она сушивает нижние ярус своих листьев и поэтому ствол у нее постоянно оголяется и укоренять ее бессмысленно прошло два месяца вы ее срезаете укоренять но для чего я думаю что у нее вполне неплохой вот такой экзотический вид форме пальмочки конечно когда эта пальмочка достигнет там сантиметров 20 я естественно ей снесу голову и переукореню но все равно она потом опять же будет расти все равно именно таким видом вытянутом состоянии вот у нее детишки там лезут детишки как вы тоже видите сразу длинные палки и компактные макушечки ну конечно же это еще естественно зависит от освещенности маловато все равно ей было до светки поэтому вот это вытянуть вытянутость ее увеличилась усилилась но все равно даже при условиях хорошей до светки даже летом вот она у меня стояла летом на прямом солнце под палящим солнцем все лето и все равно она имела форму пальмочки вот видите листик желтенький это не болезнь это просто его нормальное состояние нормальное состояние этой хеверии она отвали он отваливается высыхает потом начинает другой сохнуть здесь макушка обновляется растет растут новые листья сейчас цвет у нее немножко не такой как должен быть у нее при яркой досветке кончики листьев прям алые алые и вообще все листья будто очерчены красной полосой но естественно тыльная сторона листа тоже красноватая вот как сейчас но все равно летом она будет намного выразительней такая на прикольненькая пушистик замечательная но вот такая пальмочка лохматая то есть она такой и будет также еще такой же пальмочкой вырастает и хеверия надулоза я не стала ее доставать много мне переставлять горшков просто это занимает у меня очень много отнимает времени сейчас я вам ее покажу вот она и хеверия надулоза она тоже тянется это ее генетическое свойство даже при условиях компактной яркой досветки все равно она будет у вас вытянутая то есть нога у нее будет длинная и тоже на впоследствии принимает форму пальмочки можно и конечно тоже переукоренить но я сейчас этого не хочу делать потому что надулоза когда достигает достаточно взрослого состояния она начинает детковаться и детки у нее появляются от между узлей то есть из ствола и причем сверху тут под листьями не снизу где-то именно вот сверху в разные стороны поэтому я хочу дождаться от нее деткование а потом уже решу что с ней сделать но то что она тянется и это ее физиологическая особенность это однозначно ну что еще показать вот хочу показать милаку не знаю подлезу нет вот и хеверия милаку она тоже под вытянулась одну голову я срезала продала ее я тоже чикну и укореню переукореню так вот там дальше рядом с смелака вот это рядом справа это хеверия симуланс лагуна санчес она тоже себя очень хорошо ведет никогда не вытягивается но она слишком далеко стоит поэтому я не стала ее доставать и выставлять на стол это вот красотка вот она и вот тоже самое это гавоидные хеверии они тоже не тянутся и никогда не тянутся меняют цвет становятся серенькими невзрачными при низкой досветке но вытягивания листьев у них нет за это они ценные вообще гавоидные очень ценятся среди коллекционеров и они считаются дорогими экземплярами потому что вот самое основное это то что они не вытягиваются то есть их можно содержать в любых условиях они всегда у вас останутся такими компактными но и второе вторая причина их высокой стоимости то что они очень сложно размножаются из листа то есть из 20 листьев ни один не может практически ни один может не дать детку и размножается она только либо семенами либо путем снесения головы а потом на пеньке у нее образуются детки но чтобы дождаться этого пенька нужно чтобы вот эта ваша розетка выросла примерно росла примерно года четыре чтобы она хотя бы отсушила там два три нижних листа 45 вот чтобы ствол ее увеличился постепенно и чтобы было место где извиняюсь было место где можно было развиться деткам то есть если вот сейчас я снесу вот ей макушку то не знаю вряд ли там что-то появится потому что там пенька еще совершенно нет то же самое вот агавоидная эбони поэтому все агавоидные они очень дорогие я сейчас закрывала открывала вернее дверь кошка моя очень социальная ну ну вот это что ж такое а я про тебя говорю что ты очень социальная иди отсюда никак не хочет сидеть одна в комнате я от нее закрылась на кухне так она вот мне сейчас на нас несет дверь так ломилась все это было отступление прошу прощения и так приступим значит сегодня мы будем сносить голову вот это их и вере я не знаю получится у меня или нет ну знаете я с ними не церемониюсь я видела видео кстати это правильно тоже когда очень много листьев здесь просовывают между листиков просовывают в этом месте приблизительно просовывают леску один конец лески тянут влево другой конец тянут вправо вот так затягивает постепенно и это леска прорезает ствол растения я так не делаю не заморачиваюсь я отношусь к этому попроще можно либо вот таким способом ей снести голову потому что если я смотрите если нужен пенек длинный для того чтобы он впоследствии вам дал деток то конечно же пенек этот нужно оставлять как можно выше то есть вы планируете вот эту розетку отрезать укоренить вот эту часть вот эту часть верхушечную вот вот эту значит срез мы должны сделать сейчас 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 вот тут так вот чтобы сделать тут срез ну это ж ужас а ну вы посмотрите что творится водки кимора чтобы сделать этот срез нужно вот эти листики удалить ну одной рукой у меня не получится сейчас я ее всю перегожу сотру весь налет который на ней имеется поэтому я наверное отключу камеру и потом просто покажу или сделаю вот так сейчас так наверно не подлезу в общем делаю я это ножницами нет все таки надо наверное оторвать пару листьев потому что я их надрежу но нет у меня помощника и камеру я ставить не умею так чтобы она у меня снимала меня и растение поэтому ставлю на паузу и покажу вам уже результат ну вот это еще не полный результат ну вот так будет видно наглядно теперь мы ее срежем срезаю я ее ножницами ножиком никогда не мудрю нормальной ножницами получается знаете чем меньше их любишь тем они у вас лучше растут это я уже заметила главное не залюбить если будешь трястись над ними то эффект будет обратный и вот примерно на таком расстоянии от конца крайних листьев мы оставляем ножку где-то приблизительно полтора сантиметра можно два но длиннее уже не нужно потому что вот это вот этот весь толстый ствол будет в земле корешки он даст и от маленького ствола а вот это кочережка которая будет в земле находиться она потом может у вас лишняя часть может загнить поэтому слишком длинно делать ее не нужно вот полтора сантиметра будет достаточно где-то на таком расстоянии я ее чекаю все чекнула вот она она лежит поверженная теперь я ее беру так это сейчас я потом расскажу что буду дальше с этим делать теперь я ее беру так мы как бы не повредить то у нее налет ведь тут за все боишься так ай вот получилось вот такое вот такое резкость настроить не могу носом не получается вот чуть-чуть получилось так вот в таком состоянии я ее кладу на почва грунт на сухой и так она у меня будет лежать но дня три затем точно так же как я показывала в своем видео когда отвечала на вопросы покупателей как сажать черенки без корней точно так же я делаю вот уже подсушенную розетку сюда мы еще с положим точно так же я делаю углубление земле опять же одной рукой неудобно я ее засовываю но сейчас я не буду эти манипуляции проводить потому что это хеверия с большим налетом и каждое движение стирает ее налет в общем я ее сажаю засыпаю и ну это будет выглядеть приблизительно вот так и поливаю я ее вот так по кругу как показывала ой не вижу ничего помимо камеры вот так поливаю по кругу и оставляю на неделю потом поливаю еще раз также по кругу и уже потом сто процентов у нее появляются корешки и уже после того как появляются корешки вы ее вынули из земли посмотрели ага все корни есть вы ее сажаете и уже после этого вы ее поливаете непосредственно под листья под корни смочив корни потому что они уже будут питать влагу и эта влага навредить вашему черенку уже не сможет хотела показать специально какая красивая вот этой хеверия но цвет не передает она сейчас сиренево-розовая цвет невероятный я просто вот не знаю и вот с разных углов снимаю и ничего не получается это хеверия сапсисилис вот она у меня посажена большой достаточно горшок сама она небольшая сейчас лошадку отодвинуть сама она небольшая где-то приблизительно наверное сантиметров пять сидит она у меня в девятке но я ее специально посадила девятку потому что она очень быстро растет и чтобы потом не колупаться с ней и второй раз июня пересаживать я ее посадила сразу в этот горшок вот сейчас она уже корешки у меня дала этим хевериям всем которые у меня переукоренены я сносила головы где-то наверное недели три назад вот они у меня уже все укоренились а все пеньки которые остались от этих хеверий я посадила в одну емкость но для чего в одну для того чтобы сэкономить место которое у меня вообще ноль 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 и вот уже через три недели прошло и смотрите результат вот все вот эти пеньки практически все уже где-то наклюнулась детка где-то уже видны хорошие детки по несколько штук дело в том что на пеньке детки растут намного быстрее чем растут от листиков поэтому срезав пень мне жалко всегда их выбрасывать нужно выжать из них все что можно тем более из таких редких видов как вот допустим барон болт вот у меня бородавчатый сорт вот вот он он вот у него уже вот появилась одна деточка сейчас вот она она появилась там по моему где-то еще было вот внизу на стволе наклюнулась вон там небольшая вот от таких редких видов деток быстрее дождаться от дня чем от листа потому что листом такие виды очень тяжело размножается у меня барон болт размножается только над водой укоренение над водой натягиваешь на на стакан пленку делаешь наливаешь туда в стакан воду но где-то там третью часть стакана но маленький стакан рюмочки и засовываешь туда листики так чтобы они не касались воды и вот в таком положении некоторые из листов барон болт болта все-таки дают деток но где-то наверное из 10 листов два листа дают детки остальные все дают либо корни лип совсем засыхают вянут сложное в размножении мадам и поэтому вот пень это можно сказать сокровище и его выбрасывать ни в коем случае нельзя это вот садиверий летицы и тоже она у меня ужасно вытянулась в этом году но у меня не почему вытянулись сильно в прошлой зимой меньше тянулись а в этом году они у меня заболели не заболели а их на них кинулись вредители и трипс и клещ и мучнистый червец и мне пришлось их обрабатывать обработку проводить два раза то есть это было два внеплановых полива с промежутком в 10 дней а так как низкая досветка и постоянно я их лила и лила пусть даже с отравой но все равно что-то вода все равно они питались они у меня резко все пошли в рост и те кому суждено было вытянуться они вытянулись и очень сильно ну а вот этот пень который остался у нас я с него еще сорву наверное один лист а вот эти три оставлю дело в том что если пень сильный то есть если ствол у пня сильный вот как допустим вот на этом пне вот то здесь листья можно общипать полностью совершенно не оставив ни одного но если пеньки слабые вы видите что они такие чахленькие то нужно оставить листья для того чтобы стволе был процесс фотосинтеза и чтобы детки те которые образовывались они у вас не погибли на начальной стадии то есть вот эти листья которые остаются они как бы являются питанием фотосинтеза для деток и для самого самого пня потому что тканей там мало и тканей вот как здесь видно здесь ствол поврежден листья обрывались и обрывались частичками ствола с кожурой со шкуркой и поэтому ствол очень поврежден для того чтобы вот продлить ему жизнь я оставила несколько листьев на стволе ну здесь на барон болте практически нечего было оставлять потому что он у меня помимо того что он был пожран полностью трипсом он еще каким-то заболел у меня типа вирусом не вирусом бактериальным листья все пощернели в общем листьев этих не было я отрезала макушечку на там вообще мизерная мизерная эта макушечка сейчас вроде как уже начинает давать корешки укореняться вот не дышу на нее но здесь я бы конечно оставила несколько листьев на нем но их просто не было поэтому я не стала оставлять фред то есть то же самое я оборвала но я здесь я оборвала вот на этом стволе листья все потому что знаю что она очень живучие и что она очень плодовитая и даже без листьев я была уверена что она даст деток вот что и произошло вот смотрите уже сколько деток на ней достаточно они крупные фред то есть очень вообще мне нравится она и красиво и быстро растет пусть она вытягивается на склонок вытягивание но все равно у нее такие листья интересные они от освещенности варьируются быстро перестраиваются меняют цвета практически каждый день серо-зеленые розовые какие-то с оранжевым отливом коричневатые и вот чем ярче освещение тем ярче она и все равно эти такие у нее цветовые тона такие переходящие что на нее смотришь и глаз не отрываешь мне на очень нравится так но это я конечно вам рассказываю показываю пни и рассказываю какие красивые бывают растения но это конечно это сарказм нужно было поставить растения я вам рассказываю о пнях ну вот как-то так не подумала вот а это я забыла что запень от какого растения не подписала но детки вырастут побольше уже будет видно ну и возвращаясь к вот этому пню этот пень я оставлю вот так потому что он хиленький для того чтобы он родил деток ему ему нужен фотосинтез фотосинтез этот этому пню и последующим деткам дадут вот эти листья остальные листики я оборвала и положу их на укоренение куда-нибудь подальше от кошек потому что они вообще она у меня вот эта мадам которую вы видели она у меня вообще любит листья таскать недавно у царвала листики подписала смотрю она уже там несколько пронзила зубами но это вообще ужас ну вот так не все так что любое растение вытянувшиеся можно спасти не паникуйте никогда ну пусть это будет чуть чуть помедленнее да но вытянулась конечно для того чтобы вот эта розетка она она стала большая компактная конечно потребуется некоторое время но я думаю за два летних месяца она догонит свой вот этот вид который был до срезания макушки и до ее вытянутости потому что голова это уже достаточно старая это же не детка у у нее уже достаточно мощный ствол соответственно листья будут расти не мелкие как у деток а расти уже будут взрослые листья поэтому розетка это быстро придет в себя вот как то так все прощаюсь с вами всем спасибо за просмотр пока пока